Потому что бриллиант на ее прошлом кольце, он выпал. Если ты не находишься в твоем месте, на своем месте, то тогда ты потеряешь свою ценность. И ты потеряешь свою красоту. Потому что ты придуман таким образом, чтобы находиться в кольце или находиться на своем месте. И именно это приносит ценность и цену тебе в жизни. Номер шесть. Дары предназначены Богом в первую очередь для утверждения Его царства. Бог дал дары в церковь. И эти дары, они даны нам для того, чтобы снарядить святых. И мы видим, что эти дары даны нам для дела служения. И эти дары даны для обучения тела Христова. В Римлянам 12 главе, с 3 по 8 стих, мы читаем о следующих основных дарах. Дар пророчества. Дар служения. Дар учения или быть учителем. Дар увещения. Дар увещения. У каждого из вас есть дар увещения. Вы можете стать ободрением или увещевать вашего соседа. Вы можете давать вызов людям, сделать то, что правильно. В том городе, в котором я живу, там был один мальчик, которому было 8 лет. И он написал стишок. Этот был стишок увещевания. 8 лет old, and he exhorted people about discipline. И этот мальчик, он увещевал 8 лет своих отродов, он увещевал людей о дисциплине. This is what he said. If you are not disciplined in the home, you will be disciplined in the school. If you are not disciplined in the school, then you will be disciplined in the streets. Тогда тебя будет дисциплинировать на улице. If you are not disciplined in the streets, если ты не являешься дисциплинированным на улице, you will be disciplined in the jail. Тогда ты получишь дисциплину в тюрьме. If you are not disciplined in the jail, но если ты не ведешь себя правильно в тюрьме, time is up. Тогда время твое вышло. Тогда ты в аду. An 8-year-old wrote those words because he had the gift. Потому что у него был дар of exhortation. The fifth gift is the gift of giving. For we have a grace to be able to share our resources for the work of God. Then there is a gift of leadership. Дальше шестое, это дар лидера, дар управления. It provides vision. И этот дар, он обеспечивает видение. And direction. И направление. And empowerment to others. И он укрепляет, помогает людям осуществить это видение. And the seventh gift, it's a gift of mercy. Седьмой дар, это дар милосердия. And it demonstrates God's grace to those who struggle. Этот дар, он являет Божью благодать к тем, кто находится в борении или страдании. But remember that every believer has one primary gift. Но вы должны запомнить, что каждый верующий имеет один основной дар. Now 1 Corinthians chapter 12 teaches us about the nine gifts of the Spirit. These are different gifts than those mentioned in Romans chapter 8. There are three gifts that reveal something. The word of knowledge. The word of wisdom. And discerning of spirits. И также дух распознания или развлечения духов. And then there are three gifts that do something. И также есть три дара, которые действуют или уже делают что-то. They are the gift of faith. Это дар веры. The gift of healing. Дар исцеления. And the working of miracles. И также, когда ты делаешь чудеса, когда ты ходишь в чудотворение. И есть три дара, которые что-то говорят. They are prophecy. Это дар пророчества. Tongues. Иные языки. И также истолкование иных языков. Но ключ для вас и наше ключевое занятие сегодня это обнаружить наш основной дар. Now let me tell you this about gifted people. Хочу что-то вам сказать об одарованных людях. Gifted people are often attacked. Дарованы, а дарованные люди очень часто живут под атаками. The more gifts you have, the more persecution you will experience. Чем более ты талантлив или чем больше даров ты имеешь, тем более гонений на тебя. Nobody throws a rock at a tree that has no fruit on it. But if you see a tree that has a lot of fruit on it, the people who want the fruit will throw rocks at that tree to try to get the fruit. So the more fruit that you have in your life, the more rocks will be thrown at you. So don't worry about the rocks. The rocks are a confirmation that you have the fruit. And in the Old Testament, the priest wore a special robe. And at the bottom of his robe, there was a palm granite. A fruit pomegranate. Там был нарисован гранат. And then a bell. A bell. И колокол. Значит, гранатовые яблоки и звоночки. All around the road. И это было нарисовано по всему его хитону снизу. По краю его хитона. Хитона снизу. There was a palm granite and a bell. И мы видим, что там были гранатовые яблоки и звоночки. And another palm granite and a bell. Потом снова гранатовые яблоки и звоночки. Because the palm granite represents fruit. Потому что гранатовое яблоко, оно представляет из себя плод. Плодовитость. And the bell represents gifts. Но звоночек, он представляет собой дары. All gifts should always be cushioned with fruit. И потому всегда все дары, они должны быть переплетены с плодами. Дары с плодами. Fruit is inward character. Fruit is inward. It's the inner character of the Holy Spirit. Плод это внутреннее проявление Духа Святого или внутреннее явление Духа Святого. А дар это уже когда внешнее проявление. Fruit works in the heart. Плод он работает внутри сердца. Gifts flow from the hand. А дары они исходят из рук. Now, I don't want you to confuse gifts with certain things. Я не хочу чтобы вы к примеру перепутали дары с определенными какими-то другими вещами. Потому что очень легко попасть в какое-то недопонимание что касается духовных даров. There are counterfeits that appear to be gifts but they are not. Есть вещи которые похожи или являются собой как будто дары но это не дары. So don't confuse spiritual gifts with number one natural talents. Потому не перепутайте духовные дары с природными талантами. Don't confuse gifts with natural talents. Потому most of us possess both natural talents and spiritual gifts. We receive natural talents at birth. at our natural birth. But we receive spiritual gifts at our second birth. That is our spiritual birth. So don't confuse spiritual gifts with natural talents. Number two don't confuse spiritual gifts with fruit of the Spirit. Второе не путайте духовные дары с плодами Духа. There is a difference between the fruit of the Spirit and gifts of the Spirit. Потому что есть разница между плодами Духа и дарами Духа. Бог определяет дары которые мы имеем. Но мы определяем плод который мы принесем. Наш плод определяется через наше послушание и верность Богу. Но не сравните свои дары с кем-то у кого есть тоже дары. Мы должны сосредоточиться на том чтобы приносить плоды чтобы таким образом мы прославили нашего Бога который на небесах. Мы не должны с вами также перепутать духовные дары с номер три обязанности христианина. Служение это не то что ты идешь и делаешь. Но служение это то что ты делаешь пока ты идешь. Некоторые христиане могут более евангелизировать чем другие христиане. Это потому что они одарованы в этой сфере. Но мы все призваны быть свидетелями Иисуса. номер четыре spiritual gifts are not to be confused with counterfeit gifts. Каждый дар который Бог приготовил the devil has a counterfeit. Do you remember when Moses went to Pharaoh and he laid his rod down and it became a snake? Pharaoh called for his magicians and their rods also became snakes. But theirs were counterfeit. All of our gifts should always operate out of love. Love is the motivation for giving gifts. Have you discovered what your primary gift is yet? And then you have to ask yourself this question. Am I a thief? We must take the risk of using our gift in ministry. If we don't use our gift, we fail to obey God. If you refuse to use your gift, there are three results. Number one, you rob yourself of being in God's will. Number two, you rob the body of Christ. We don't want to rob the body of Christ of the benefit of our gift. And number three, you rob God of the glory that he deserves. So if you don't use your gift, you rob yourself, you rob the body of Christ, and you rob God. You rob yourself of the joy. When you give your gift, others receive your gift, but you receive joy. So don't rob yourself. You will become fulfilled by serving your gift to others. Don't rob the body of Christ of your gift. Someone needs your gift. Someone on your job needs your gift. Your gift is not only needed in the church, your gift is needed in the world. You should take the gift from the church and take it to the world. Take it to your neighborhood. Take it to your friends. take it to your family. As you give it away, you will be filled with the joy of God. And the world will be blessed because you shared your gift. And it is in the giving of your gift that God receives glory. Now let's look at the steps to discover and develop your gift. number one. Explore the possibilities. Don't be afraid to try different things. There are many wonderful experiences in the world. you will not really know what you like until you try something new. So explore the possibilities. Many times you will know what your gift is not. but often times you will never discover what it is until you try new things. So explore the possibilities. Number two. Experiment as much as possible. try operating the gift of God right where you are. Develop your gift one on one. Work it in a small group first. And experiment with the gift of God. That way you will discover it. Often times you will not know whether you have the gift of mercy until you work with patients who have AIDS. And when you explore new possibilities and experiment with new things, it helps us to discover our gift. And then number three examine how you feel. When you operate in your gift, something comes alive in you. You become filled with enthusiasm. you feel joy. You feel the anointing. You feel blessed. get blessed. And the people who you give your gift to receive a blessing. So examine how you feel. and that feeling that blesses you is an indication that you are operating in your gift. Number four. Evaluate your effectiveness. As you reflect on what you did, you can then make it better. Remember that your gift can be developed. The more you exercise it, the stronger it becomes. As you evaluate how you are working in your gift, you will always discover areas where your gift can be made better. And number five. Expect confirmation from the body of Christ. If you have a genuine gift, other people will see the gift in you. if you are the only person who recognizes your gift, then you are operating in deception. When a gift of God is in your life, other people around you will recognize that gift. They will confirm that yes, you have a gift. if you are the only person in the world who thinks that you can sing, then you're really not a singer. If you're the only one who likes your food, then you're really not a cook. the people who eat your food are the ones who recognize your gift of cooking. So look around and see what do people think that I'm good at. they will help to confirm your gifts. I don't care whether that gift is singing or playing an instrument. your gift may be playing a sport. Your gift might be writing. Your gift may be organizing things. But others will see and recognize your gift. And they will celebrate your gift. And they will thank God for who you are. And remember that a gift is not a gift until it is given. If you never give yourself to others, then your gift is not serving its purpose. Somebody needs your gift. Ask yourself am I giving my gift to the world? The gift that you have in your life is not for you. it is only through you. That's why God can give you a word of encouragement for someone else. And you may go home and be discouraged yourself. Because your gift is not for you. Your gift is for others. God might use you to be a blessing to someone else. God might use you to bring healing to someone else. And you might have a sickness in your body yourself. Because the gift is for others. And the gift that you need is locked in someone else's life. As we share our gifts with each other. the body is made whole. When the heart does what the heart is designed to do. And the liver does what the liver is designed to do. And the lungs do what they are designed to do. then the body functions together. And it can be a blessing to God. And bring glory to His kingdom. I am looking at gifts from God. You have a powerful gift of love and mercy. I can sense that there are gifts of the Spirit in this house. There are prophetic gifts. This is a prophetic place. And I want to say to you as Paul said to Timothy. Stir up the gift of God. God shakes you sometimes to stir up your gift. Nothing will happen until you become stirred. and God will allow you to experience failure sometimes. To stir you up. Out of your failure will come your success. When you use your gift, your gift will make room for you. And you will become a blessing to other discouraged people. Stir up your gift. Look at your neighbor and tell him stir up your gift. Tell them you're blessed to bless. Tell your neighbor that you are looking at a gift. You're sitting next to a gift. I am a gift of God to you. And you are a gift of God to me. We need each other. I want you to know that I love you very much. And it has been my wonderful joy to share with you this evening. We're going to take a break and after the break then my wife Dr. Nina will come and share the word of God. God bless you. Slavo Bogu давайте станем великолепный game правда нет лучшего места на земле чем там где снаряжаются лидеры мы действительно народ будущность будущность нашей стране будущность мира вообще принадлежит нам потому что мы готовимся мы верим что перед нами есть великолепная будущность поэтому мы готовимся мы продолжаем учение снаряжение лидеров кому нравится эти учения кто благодарен Богу что у нас есть такие возможности слава Богу и давайте продолжим мы сейчас приглашаем жену пастор Дил Бронера мы приглашаем доктора Нину Бронера давайте приветствуем ее let me see let me see it's my pleasure to be here with you with you this evening once again it's my удовольствие находиться с вами здесь и видеть вас снова I love you guys so much and I'm so excited once again being here with you you're a beautiful wonderful group of people and it's my pleasure to share with you tonight we're gonna be talking tonight about style and style is what you it's not what you say but it's how you say it that style think about it in a husband and wife relationship подумайте вот внимательно об отношениях мужа и жены a wife can ask a husband a question и жена она может мужу задать вопрос and the husband can answer her и конечно же муж должен ответить but because of the way he answers her но тот метод или тот стиль которым он ответит ей she may become offended может именно это ее обидеть he tells her what she needs to know он ей говорит то что она должна знать но он сказал неправильным стилем он неправильным поном это произнес и не нашел другого пути чтобы выразить то что он думал к его замечательной любимой красивой жене вы знаете в этом мире существует огромное большое количество разных людей с разными стилями и так много разных личностей потому на самом деле очень важно осознавать и применять правильные методы и знать как действуют с вами те люди которыми вы встречаете бывают времена когда нужно исправить немножко ваши методы лидерства и вы должны научиться использовать именно тот метод который более эффективен с той командой с которой вы встречаетесь трудниками церкви я его жена и я женщина при всем этом а я ему как бы не подчинена не меньше и ни одна женщина не хуже ни одна женщина не является хуже чем мужчина да мы сознаем что женщины это не мощнейшие сосуды that doesn't mean we're inferior но это не значит что мы меньше it just means that we should be treated like fine china но это значит что к нам должны относиться как красивому хрусталю not like a coffee mug но не к нам не должны так относиться как чашки значит такой железной советской